Итак, череп и кости. Что это за общество? Давайте посмотрим видео об этом. Именно в этом университете известные люди Америки исповедовали свои сексуальные грехи, лежа на гробу, в комнате, исполненной дымом. Люди, которые руководят экономикой мира, они посвящали себя таким образом в тайные общества, такие как Билдеберг, Череп и Кости и другие общества. Череп и Кости было основано в 1832 году в Ельском университете в Нью-Хейвен, штат Коннектикут. Именно здесь они учредили тайные общества, правила и ритуалы которого остались неизменными до сего времени. Сам процесс посвящения в общество проводились в подвалах, на гробах. Один из почетных членов становится руководителем церемонии посвящения. Он одевается в ризу, его называют дедушка Тоби. Второй представитель одевается в сатанинскую одежду. И затем третий человек, который говорит грубым голосом, одет как Дон Кихот. Еще один человек одевается как Папа Римский. Это было бы все смешным, если бы среди этих обществ не было три президента. Вильям Хавард, Джордж Буш и Джордж Буш, младший. Многие сенаторы и послы, руководители индустрии, Вильям Витни, CIA-агенты, а также официальные лица Департамента США. Полная секретность является одним из самых важных требований. В 1999 году Джордж Буш посвящает только одно предложение своему членству в этом обществе. В моем зрелом возрасте я присоединился к обществу черепа и костей. Это тайное общество настолько тайное, что я больше ничего об этом сказать не могу. Полная секретность, как некоторые утверждают, служит для того, чтобы скрыть тот факт, что это общество продвигает своих членов на очень высокие посты в стране. Самый известный член общества костей является бывший президент США Джордж Буш. «Мистер президент, являетесь ли вы членом общества?» Американский журнал получил примерно такой же ответ, когда спросил недавно младшего Буша, губернатора штата Техас, о его членстве. «Они что, разве существуют еще?» «Это такая тайная вещь, и я не уверен, что они еще существуют». Итак, вы видели, что Джордж Буш является членом, он ложится на гроб, он склоняется перед тем, кто символизирует Папу Римского, клянется в верности, делает очень разные сексуальные вещи, которые я не собираюсь здесь объяснять, что они делают. Это очень странные вещи. Это президенты самых сильных стран в мире, и они принадлежат тайным обществам, таким как это. А здесь вы видите знаменитую клятву Иезуита. Эту клятву должен был произнести каждый, кто становился членом Ордена. Давайте посмотрим на некоторые моменты из текста клятвы. «Я, затем мое имя, в присутствии всемогущего Бога и в присутствии всех этих святых, обещаю, что Его святость Папа, это сам Иисус Христос, который является единой главой католической или всемирной церкви». И здесь говорится, что Его силу Он получил от Иисуса Христа. Он имеет власть истреблять юридических правителей, князей, которые являются внезаконными, без благословений и освящения папской власти. Поэтому, если Иезуит докладывает Папе, что власть ему не подчиняется, что с той властью делают? Ее истребляют. Дальше кандидат к Иезуиту обещает, что я буду полностью помогать и поддерживать систему, его святость. Я буду делать все, что я смогу, для того, чтобы уничтожать еретика протестанта или либеральную доктрину. Либеральные доктрины — это доктрина, когда вы сами решаете, вы принимаете решение, как верить. Не желаете, чтобы за вас это делал Папа Римский. В таком случае, вас будут истреблять. Это клятва, священная клятва. Независимо, куда вы меня послете, он дальше говорит, я буду подчиняться. Я обещаю, что у меня не будет никогда своего мнения, и я буду беспрекословно подчиняться приказам. Буду воевать, открыто или тайно, против еретиков, протестантов, либералов, для того, чтобы истреблять, уничтожать их с лица земли, невзирая на пол или возраст. Я буду вешать, уничтожать, кипятить, расчленять, разрывать, разрывать внутренности, разбивать головы, черепы, независимо детей, жен или взрослых людей. Это прекрасное христианское обетование, не так ли? Очень христианское обетование. Сделали ли они это в истории? Уничтожая вальденцев, они разбивали головы детей о скалы, чтобы родители отреклись. Интересно, что Ватикан, буквально недавно, 5 сентября 2000 года, опубликовал письмо циркуляр под названием «Доминус Иисус», где говорится, другие церкви не являются нашими сестрами, утверждает Ватикан. Все должны понимать, что святая католическая универсальная церковь «Это не сестра, но мать всем другим церквям». Кардинал Радзингер, глава Инквизиции. Конечно, они сегодня не называют себя Инквизицией, но отделом коррекции доктрины и догмы. Это одно и то же. Я покажу вам письма Папы Римского, от которых вас поднимутся на голове волосы. Письма, говорящие о том, какие у них планы и что они хотят сделать в этом мире. Поверьте мне, я живу в той стране, где это уже берет свое начало. Это происходит каждый день. Это страшно. Но мы не должны бояться, потому что мы знаем, почему это происходит. Если вы не знаете, почему это происходит, вы впадете в отчаяние, и есть тысячи людей, которые покончили жить самоубийством, потому что они не могут этого терпеть. Четыре тысячи в моей стране только были изнаны из их ферм и истреблены, они потеряли все, и они покончили с собой, потому что им легче умереть, чем жить вместе с этим. Если я провожу такую лекцию и показываю вам, что происходит за кулисами, и угадайте, люди обретают надежду, потому что люди понимают, это не просто только с ними происходит, они начинают понимать, что происходит в этом мире. Мы утверждаем, что святой апостольский престол и римский понтифик обладают полной властью над всем миром. Наместник воплощенного Сына Божия, помазанный первосвященник, высший правитель и владыка, восседающий на своем престоле, имеет власть судить над народами, нациями, и имеет высшую власть над всеми. Говорят ли они о том, что они руководят всеми другими народами? Вполне очевидно. Это факт. Ключи этой крови. Иоанн Павел II, Россия и Запад в подготовке к новому мировому порядку. Автор Малахия Мартин, профессор Григорианского университета в Ватикане. Вот символ фащиай, который будет более нам понятен в последующих наших лекциях. Сегодня Рим считает, что фашизм это режим, который более всего близок к догмам и интересам римской церкви. Отец Кафлин, иезуит, говорит о том, что Италия времен Муссолини это настоящая христианская демократия. Но один из известных журналов, издаваемый иезуитами, официальный иезуитский журнал Тивилика Католика, говорит, фашизм это режим, который более всего отвечает концепции римской церкви. Это страшные вещи. Обратили ли внимание, дорогие друзья, что в последнее время все меньше и меньше свободы и больше контроля? Замечаете ли вы изменения в обществе? Заметили ли вы, что обстоятельства складываются так, что вы то и дело должны поклоняться несколько тысяч раз перед разными властями? Есть только одна власть во всем мире сегодня. Исторически. Это единая власть, которая соответствует этим признакам. Я не хочу никого из вас привести в смущение. Я не хочу затронуть ваши чувства. Дело в том, что эта власть настолько ясно представлена, что я сам, будучи некогда частью этой власти, я также был подвержен ее влиянию. Я был потрясен, когда я узнал эту истину. Иезуиты, они стали наследниками оккультизма, и они руководят миром через их агентство, через масонов. Они стоят сзади, они создают организации, и каждый думает, что они не действуют. Давайте спросим их, во что они верят. Вот история высших генералов общества Иисуса. Это все генералы Ордена Иезуитов, которые начинаются с Лайолы, и перечисляются все генералы Ордена. И дальше, дальше до нашего современника, который возглавляет Орден, его зовут Питер Ханс Кольвенбах. Очень красивое немецкое имя. Очень интересно заметить, что немцы занимают очень видное место в Ордене Иезуитов. Кардинал Радзингер, немец снова, является главой инквизиции. Так или иначе, немцы возглавляют эту систему. Вот его фотография. Руководитель Ордена Иезуитов сегодня, Питер Ханс Кольвенбах. Я бы сказал, что это самый влиятельный человек сегодня в мире. Здесь вы видите пещеру Лайолы, и Джордж Буш с папой проводят аудиенцию. И они ничего не делают случайно. Просто так получилось, что они проводят эту встречу под изображением Лайолы, который получает благословение от папы. Церемония посвящения и высшей клятвы иезуитов. Библиотека Конгресса, каталог под определенным номером. Вы были научены сеять семена зависти, насилия, ненависти между обществами и странами. Возбуждать революции, войны в странах, которые были независимыми и успешными. Занимать стороны воюющих стран и действовать тайно. Или сотрудничая с вашим братом-изуитом, который может быть связан с другой стороной, но открыто выступающий против тех, с которыми связаны вы. Только чтобы церковь в конце концов выиграла. Вы должны действовать так независимо от всех мирных договоров, потому что цель оправдывает средства. Потрясающе! Это главный принцип действия тайных обществ. Вы берете две противободрствующие стороны, разжигаете между ними войну, вы их стираете в прах, пока от них ничего не остается, это называется тезы и антитезы. И результат этого столкновения дает вам синтез и именно то, что вы хотели получить. Иезуиты могли очень активно действовать в одной стороне, и они также активно действуют с другой стороной. Это процесс, благодаря которому они достигают своей цели. Тридцатилетняя война. А что это такое? Это война, целью которой было полное истребление тех стран, которые не хотели принимать действия иезуитов, которые восстали против действий иезуитов, законы которых постановили, чтобы ни один иезуит не мог действовать. Знаете ли вы, что иезуитов выбросили со всех стран, включая католические, потому что они приводили столько проблем? Если католическая власть посмела избавиться от иезуитов, та страна была полностью разрушена, правительство изменено, и иезуиты возвращались. Поэтому документ говорит, что ответственность за эту тридцатилетнюю войну должна быть на императоре Фердинанде II за его учения, за его правителей и за его друзей, сыновей Лойолы. Этот документ носит название «Папство – враг государственной и религиозной свободы». В 1550 году Папа Юлий III заявил, что обладает полной политической властью, в знак чего была отчеканена новая монета, на которой было сказано «Кто не будет служить мне, будет истреблен». Видите цель и правительство Рима-Католической Церкви. Каждое государство, которое не будет подчиняться папской власти, будет истреблено. Будут ли протестантские страны встречать трудности? Я думаю, несомненно. Фома Аквинский, очень известный философ Рима-Католической Церкви, говорит, «Папа, по праву, данному ему от Бога, имеет полную духовную и политическую власть, является высшим властителем мира». Папа Римский, который является главой папской власти, претендует на полное правительство над всеми государственными властями мира. Все эти цитаты взяты из исторических, достоверных, самых высоких источников. Право не излагать царей заключено в его высшем суверенитете, который Папа получил, как наместник Иисуса Христа на земле над всеми христианскими нациями. Кардинал Менинг, архиепископ Вестминстера. Он считает себя высшим правителем всех народов мира. Это интересно, что Библия говорит нам, что именно эти слова были написаны на кресте во время распятия Иисуса. Иисус из Назарета царь иудейский. Иоанна 19 глава, 19 стих. На римско-католическом распятии написано I-N-R-I. Если мы обратимся к словарю Вебстера, он говорит, что эти буквы означают Иисус Назаренус Рекс Иудаэрум. Но если вы посмотрите клятву иезуитов, там эти буквы расшифровываются по-другому. Иезуитская расшифровка означает следующее. Это справедливо уничтожать и истреблять юридических руководителей и политических деятелей. Это очень интересный момент. И одной целью этого общества является истребление протестантов. Здесь говорится всех, которые не объединятся с нами, они должны быть полностью истреблены. Мы готовы к этому приступить, как только у нас будут на это средства. Протестантизм уже теряет свою силу и близок к распаду. Да, мы призваны привести его к полной погибели, пройти по его костям и потрощить их. О, давайте мы приблизим этот день истребления нашими усилиями и объединенными действиями. Также они пишут, да, протестантизм сегодня расчленен, а он распадается на части. Это цитата из «Тайных планов тайных обществ». Достоевский в книге «Братья Карамазовы» говорит, что самые хуже католики это инквизиторы и езуиты. Это римская армия, которая назначена для того, чтобы истреблять эту всемирную власть, которая подчиняется только себе. Вот их главное назначение. Они не верят даже в самого Бога, скорее всего. Братья Карамазовы, Достоевского. Генерал езуитов заявляет о том, что он будет главным руководителем в мире, чего бы это ему не стоило. Это общество является по природе своей диктатурой и поэтому это непримиримый враг всех учреждений и всех властей в мире. Автор отец Ченеки 50 лет в Римской Церкви. Сам Лайола говорит, что власть генерала будет настолько неограниченной, что даже если он посчитает нужным ради чести Бога, он отправит назад даже указ самого Папы. Это очень сильный орден. Фредерик Форхантерберг говорит, никогда раньше в истории мира не появлялось такое сильное общество. Даже Римский Сенат не имел подобной организации и такого успеха. Они хотят полностью управлять делами в мире через Папу, который будет признан всемирным руководителем. Рима католический Лафаэд говорит, я считаю, что если эта страна в Соединенные Штаты Америки лишится своей свободы, это будет сделано тонкими методами рима католических иезуитов, потому что они очень искусно и опасно действуют против религиозной и гражданской свободы. Именно они возбудили большинство войн в Европе. Давайте посмотрим еще одну цитату иезуита Морзе, который является автором азбуки Морзе. Кто эти агенты? Это церковный орден иезуитов, которые действуют очень хитро, скрыто, двойственно, они настолько искусны в обмане, что даже в католических странах, в самой Италии, они стали невыносимыми, и поэтому люди потребовали их запрещения. Это еще один известный автор. Хектор Макферсон говорит, иезуиты настолько проникли в государственные учреждения, что они должны быть полностью запрещены и обведены в стремлении к мировому господству. Это цитата очень интересная. Это Майкл Анджелон Тамбурни, 1720 год. Это генерал иезуитов. Генерал генералов иезуитов. Он говорит, «Мой господин, из этой комнаты и из этой комнаты я руковожу не только Парисом, но и Китаем, не только Китаем, но всем миром, и никто не знает, из какой комнаты им руководят». Очень интересно. Вот о чем говорят сами иезуиты. Исповедником самого Папы должен быть иезуит. И сам Папа должен прийти к иезуиту, чтобы исповедоваться. Все, что я говорю вам, подтверждено цитатами. Здесь вы видите Джон Баптиста Янсенс. Он правил 1946 по 1964 годы. И это довольно-таки симпатичный и приятный человек, не так ли? Но тем не менее, вы видите здесь, что эта фотография была сделана 17 января 1959 года. А вот кем руководит этот человек. Мы поговорим об этих обществах в следующей нашей лекции. Он руководил следующими тайными обществами. Военные общества Мальты. Свободное Масонство Шотландии, Орден Иллюминатов, Рыцарей Коламбуса, Рыцарей Куклус-Клана, Бенай-Берит, Нация Ислама и Частная Армия, которая называется Плоды Ислама. Главная мафия, которая действует по поручению. Все эти тайные общества руководимы этим одним человеком, который является генералом иезуитов. Как он руководит ими? И какова их цель? И кто является членом, например, Рыцарей Мальты? Или кто сегодня, например, является членом Клуба Колумбуса? Или кто является сегодня Клубом Бенай-Берит? Кто руководит плодами Ислама? Кто руководит Опус Дэй? Кто руководит всеми другими тайными обществами? И какова их главная цель? Вот о чем мы узнаем сегодня в следующей нашей лекции. Помните, что Рим желает вернуть полную власть и полный контроль над всем миром. И он является центром теологии тамплиеров, целью которой является руководить миром для Люцифера, но не для Иисуса Христа. потому что Люцифер он пришел и дал им власть, престол и силу. И эта власть скорее всего действует и в вашей стране и в моей. Но хорошая вещь заключается в том, что Иисус Христос предупредил нас. В книге Откровения Он говорит, несмотря как они замышляют, как они заговаривают, они не смогут победить вас, потому что Иисус Христос победит. Сегодня нет причины для христианина бояться. В нашей предыдущей лекции мы уже упоминали имя этого человека. Это Жан-Баптист Янцен, один из великих генералов общества Иисуса. Он был лидером этого общества начиная с 1946 по 1964 год. Мы уже упоминали об Мальтийском Ордене, Ордене Рыцарей Колумбуса и о других тайных обществах, которые были все под управлением Ордена Иезуитов. Преследование католической церкви в Германии проводилось только против тех, которые полностью не подчинялись возрастающей власти церкви и государства. В некоторых случаях, как мы видим, даже католики страдали. Эти католические группы не полностью подчинялись системе. Таким образом, они подвергались преследованиям. Некоторые католические ордены были против иезуитов, и поэтому они были все истреблены. Так, во Французской революции доминиканцы, которые не подчинились ордену иезуитов, были истреблены. Иезуиты взяли власть в свои руки. Их целью было то, чтобы истребить все последствия реформации и восстановить власть церкви в Германии. Таким образом, Германия должна снова стать центром Великой Римской империи. Лемон, известный историк, говорит об этом. Очень интересно, что римский президент или, скажем, любой русский президент и многие политические руководители в этом мире, они чувствовали, что Германия снова будет править Европой сегодня. Удивительно, что именно иезуитский священник, отец Стемпли, но не Гитлер, который проголосовал за Майнкамп, в этом историческом документе говорится. СС использовали этот символ черепа и двух костей. Что это за символ? Это был символ Юпитера. Юпитер Бог Смерти. Это также символ Сириуса, Бога Смерти. Это символ Бога Смерти, Бога Мертвых. Но Иисус Христос говорит, «Я есть Бог Живых. Я не есть Бог Мертвых. Я желаю служить Богу Живых». СС было организовано Химмлером согласно всем принципам языцкого ордена. Все правила службы, а также духовного опыта, которые были впервые представлены Игнатием Лайолом, были скопированы Химмлером, чтобы предусмотреть полное повиновение ордену без всякого возражения. Каждую цитату я читаю из очень достоверных источников. В этой книге «Великая борьба» мы читаем о действиях иезуитов. Во всем христианском мире протестантизму угрожали страшные враги. Время первых побед для реформации прошло. Рим собрал новые силы, надеясь окончательно уничтожить ее. В это время создается орден иезуитов. Обратите внимание на характеристики ордена. Они были самыми жестокими, беспринципными и сильными сторонниками папства. Освободившись от всяких земных привязанностей и интересов, умертвив в себе естественные чувства и наклонности, подавив голос совести и разума, они не признавали никакой власти, никаких обязанностей, кроме служения своему ордену, и единственным долгом считали расширение влияния своего ордена. Их единственная цель уничтожить протестантизм. Орден иезуитов это воплощение системы, которая направлена на полное политическое и религиозное правление во всем мире. Возможно, вы скажете мне, Китай никто не сможет подчинить себе. Но мы уже читали цитату ордена иезуитов, который говорит, что он управляет Китаем. Кто, как вы думаете, управляет коммунизмом? Иезуиты создали коммунизм, и они управляют с коммунизмом. Они практикуют принципы коммунизма в южноамериканском примере, где они практиковали это, прежде чем они воплотили эти идеи в других странах. Видно, немецкий деятель, экс-иезуит Каунт Вон Хонбрех говорит, в чем главная цель иезуитов? Они говорят, что они ищут только славы Божьей. Но если вы исследуете факты их поведения, они стремятся только к полному мировому правительству, они стремятся к тому, чтобы править миром. Одна цитата за другой. Более того, Папа Римский имеет тысячи агентов по всему миру. Это иезуиты, рыцари Колумбуса, рыцари Мальтийского ордена, Опус Дей и другие. Тайные службы Ватикана и ресурсы, агенты, которыми располагает Ватикан, не знают себе подобных в мире. Давайте рассмотрим, что собой представляют некоторые из этих учреждений. Возьмем, к примеру, свободных масонов. Приведенный ниже источник говорит, «Правда состоит в том, что иезуиты Рима содействовали тому, чтобы свободное масонство стало их самым эффективным инструментом для осуществления их целей среди протестантов». Несомненно, члены свободного масонства, скорее всего, они сами обмануты, потому что, если бы они это понимали, они бы этого не делали. Таким образом, иезуиты пользуются свободными масонами, и свободные масоны не подозревают об этом. Возможно, только высшие слои самых посвященных знают об этом, они полностью управляемы иезуитами. Очень умная система. Таким образом, они достигают того, что протестанты выполняют их повеления, которые они не могут выполнить, потому что протестанты указывают на них как на Антихриста. Очень и очень интересная система. Это крепость тамплиеров и церковь на острове Майорка в Испании. И здесь вы снова видите орел двухголовый, и практически в каждой церкви на этом острове находится символ двухглавого орла в этих церквах. Как я уже говорил раньше, Адам Вайсхаут это отец якобинизма, и он является именно тем, который был основателем иллюминатов. Считается, что именно из иезуитского колледжа в Ингольштадте берет начало секта иллюминатов Баварии, основателем которых явился Адам Вайсхаут, который, хотя и не открыто, но сыграл главную роль в организации этой секты. Снова они использовали один фасад, а действовали за кулисами. Вот еще два генерала-изуитов. Здесь это генерал Рики и это генерал Ледоховский. Очень интересно, вот этот генерал 1773 год по 1814 он правил во время подавления ордена. Ватикан подавлял орден иезуитов с 1773 года до 1814 года. Что произошло с Ватиканом в это время? Ватикан получил смертельную рану. Папу было взято в плен, где он и умер. Кто нанес смертельную рану папству их собственный орден в той же церкви, борьба за власть. И в это время он создал общество иллюминатов, просвещенных, в которые входил Адам Вайтхалп, который был отцом современного коммунизма, который провел и французскую революцию, позже иезуит генерал Ледоховский провел русскую революцию в 1917 году. Она абсолютно идентична французской революции. Я буду говорить об этом, когда я буду говорить о революциях, о войнах и о том, как они создаются. Один из авторитетных иезуитов Франции, Эдмон Парис, говорит, революция в России, которая была направлена против правления царя, который являлся защитником православной церкви, была нацелена на то, чтобы удалить противостояние римской церкви. Мы должны бить пока железо горячо. Знаменитый русикон, русский колледж в Риме, был создан в 1929 году. Он был направлен на то, чтобы послать миссионеров-католиков в Россию. Через сто лет после того, как иезуиты были изгнаны Александром I, иезуиты снова завладеют славянским миром. И бедные славяне, сколько они пролили крови. Они были истребляемы миллионами. История говорит нам об этом. Что произошло там, когда Сталин, массовый убийца всех времен, истреблял людей миллионами? Фредерик Великий из Пруссии, он содействовал восстановлению многих масонских учреждений. Он сам написал Конституцию под руководством Ордена иезуитов. Энциклопедия свободного масонства Альберт Мекис говорит об этом. Следующая стата очень интересная. Обратите внимание, это источник просто невероятный. Сама Елена Блавацкая пишет, автор Тайных доктрин. Она говорит, что ордены и рыцари орденов являются некеменными, как последователями Игнатия Лайола. Шотландское право и другие ордены руководимы иезуитами. Кто же руководит свободным масонством иезуиты? В этом нет никакого сомнения. Мы поддержали и подтвердили принятие ордена тамплиеров в Советы ордена рыцарей. И мы верим, что они будут содействовать для общей славы IHS, славы всемогущего Бога, и служить начертанию, которое мы пропагандируем. Это полностью иезуитское общество. Иезуиты полностью контролируют общество свободных масонов. Это храм свободных масонов, который находится в Оклахоме. Там находится символ IHS. Это храм свободных масонов. Это ложа свободных масонов. В нашей стране есть люди, мужчины и женщины, которые скажут вам, что если вы проследите историю масонства всей их ордены и пройдете к самому верху, вы убедитесь, что страшный человек и основатель общества Иисуса это одна и та же личность. Джеймс Петрон, американский историк. Многие люди говорят об этом. Следующий орден Мальтийский орден. В то время как свободные масоны действуют открыто, иезуиты и Мальтийский орден действуют скрыто. Иезуиты осуществляют руководство Мальтийским орденом. Что такое Мальтийский орден? Их центры находятся в Риме. Раньше это был военный орден. До сих пор они являются военным орденом, потому что они рыцари. Они осуществляют руководство банками мира, промышленными мероприятиями. Они владеют в Москве и в Нью-Йорке. Они руководят полностью обществами КГБ, CIA. Все эти средства находятся в их распоряжении для того, чтобы восстановить средние века. Я просто читаю цитаты. Не обвиняйте меня в том, что я что-то говорю от себя. Кто они? Вот глава Мальтийского ордена, который мертв уже сейчас. Это Джозеф кардинал Спеллман, кардинал Нью-Йорка. И глава их находится в Кафедральном соборе Святого Петрика. А вот кардинал Нью-Йорка, Теренс кардинал Кук, затем кардинал О'Коннерс. Теперь руководство орденом осуществляет архиепископ Нью-Йорка Эдвард Иган. Здесь приводится список членов Мальтийского ордена. Некоторые из прошлого Некоторые наши современники Генерал Алавена Эндрю Бертия Джозеф Бонапарт Боргис Брадли Брэдли Бьюкеннен Вам знакомы эти имена? Джеймс Бакли Рэскот Буш Напоминает ли вам это имя кого-либо? Фрэн Капра Вильям Кейси Знакомы ли это имя? Сизнеру Кук Скофлен Джистар Дестейн Президент Франции Билл Донован Аллен Даллас Эдвард Иган Сам кардинал архиепископ Флинн Гелли Геллен Горман Грейс Генерал Александр Хейг Оттон фан Хабсбург Конрол Хильтон Хайнер Химмлер Он был членом Мальтийского Ордена Эдгар Хувер Очень знаменитый человек среди FBI Тед Кеннеди Джозеф Кеннеди Хенри Лус Основатель всех великих журналов журнала Time и всех других журналов Известный магнат в области издательства Манхэттен Отис Франц Фон Паппен Тот, который сотрудничал с Адольфом Гитлером Перрон Рокко Список дальше продолжается Фрэнк Шекспир Даже Франк Синатра был членом ордена Мальтийского Это очень известные люди которые были членами Мальтийского ордена Давайте перейдем к следующему ордену Колумбийский орден Основателем ордена является Майкл Магивни Он жил очень короткую жизнь Он умер в 38 лет Это эмблема ордена и их домашняя страница Вы можете там найти очень много интересного Что же это за символ? Небольшая связка жезлов который вы помните находился в манифесте прав человека французской революции Это символ фашизма Фэшиай Его значение вся власть в руках одного человека Кто же будет этим человеком который будет держать всю власть в своих руках? Кого бы колумбийский орден хотел видеть? Конечно же Папа колумбийский колумбийский орден был основан в Коннектикуте в 1882 году Сегодня насчитывает более 300 тысяч сильных римокатоликов только римокатолики имеют право быть членами этого общества Фактически вы не можете стать политиком если у вас нет одобрения от этих ребят этот факт хорошо известен всем политическим структурам даже не католическим кандидаты должны получить одобрение Рима и ордена прежде чем они могут попасть на службу как староживая собака или как президент таким образом главной задачей ордена колумбийской является политика а именно иезуитская политика это довольно серьезное обвинение Джордж Буш сказал что есть тысячи и тысячи светил освещающих мир ссылаясь таким образом на орден иллюминатов ордены составляют многие конституции их члены пишут конституции например Ачибаут Маклиш который является членом общества черепа и костей он написал конституцию ЮНЕСКО мы будем говорить о ЮНЕСКО церкви объединенная богословская семинария находится полностью под руководством черепа и костей очень интересные семинарии мы будем о них говорить более детально в следующих лекциях юридические фирмы в Нью-Йорке коммуникации индустрия федеральный резерв все эти управляются орденом вот как работает подразделение 322 есть внутренний круг самых посвященных это также всевидящий глаз символ всевидящего глаза есть самые посвященные внутренний круг атлантический круг клуб богемистов часть черепа и костей общество пилигримов и другие общества можно эти общества расположить и таким порядком обедненные нации клуб рима совет международных отношений и иллюминаты они руководят все изнутри формируя таким образом круглый стол богемский клуб также является частью этого дела что же представляет богемский клуб в 1982 году мы приводим статуи журнала Ньюс Уик это еще одна цитата самый престижный лагерь богемский клуб теперь проводит свою сессию 75 миль на север от Сан-Франциско это крепость но очень интересно что даже в крепости можно проникать и один журналист попал на это собрание он пишет на этой территории 2700 акров крепости находились только мужчины это богемский клуб на котором каждый републиканский президент со времен Херберта Хувера принадлежал к этому клубу это богемский клуб особая церемония была заснята во время богемского клуба очень тайно ночью журналистам который вызвал очень большой ажиотаж здесь очень мало света но я вам объясню что происходит в этом лесу мужчины являются полностью ногими они должны ходить ногими некоторые члены общества оставили это общество потому что они устали ходить ногими представьте себе что каждый президент был членом богемского клуба священники одеваются в папскую одежду и они осуществляют служение сове потому что сова видит в темноте она имеет иллюминацию то есть освещение они поклоняются природе они говорят теперь нас окружила красота природы мы поклоняемся природе и они поклоняются перед собой это язычество чистой воды есть и другие ритуалы которые я не хочу сегодня озвучивать которые происходят между всеми этими оголенными мужчинами если вы читаете свою библию вы увидите что те которые поклоняются в рощах их называли извращенцами были люди которые занимали высокие посты среди высоких положений в обществе и время от времени появлялся хороший царь и очищал страну от этого но время от времени они снова появлялись это поклонение природе это поклонение Люциферу и президенты мира являются членами этого общества богемского давайте посмотрим на видео вот сова они поклоняются только одной великой природе все другое может нас подвести только природа остается вечной только красота верность красоте о сова мы просим тебя дай нам твой совет это только часть ритуала который показывает что это поклонение природе это осуждено в Библии но тем не менее кто же члены этого общества давайте мы продолжим этот источник этот источник говорит о тех людях которые являются членами общества Джордж Шульц Стивен Бэтчел Геральд Форд Хенри Киссингер Вильям Бакли можете представить себе тех людей которые голыми ходят и поклоняются 15-метровой сове Хейвуд, Кур, Стеллар Рональд Рейган Клаузен, Джордж Буш Вильям Френч Смит и так дальше это просто отвратительно этот орден действует следующим образом они намерены изменить общество изменить мир привести в действие новый мировой порядок это будет запланированный порядок это будет порядок который предоставляет каждому человеку ограниченную частную свободу это не конец потому что это признаки того что Иисус Христос придет скоро будет лучшее царство давайте мы отдадим свою жизнь в руки Иисусу Христу потому что этот мир ничего нам не может предложить они обретают надежду и поэтому в лекции подобной этой они видят не негатив они видят надежду особенно людям тех стран где это уже применяется если вы пойдете против этой системы вам не гарантирована никакая конституционная защита потому что они руководят политикой конституцией деньги политика история философия филантропия медицина все находится в руках этих обществ нет ничего чем не управляют эти общества и помните они не правые не левые и поэтому если есть правосторонняя партия и левосторонняя партия тайные общества руководят и теми и другими это принцип Гегеля логика Гегеля помните что Маркс и Гитлер крайние точки правой и левой стороны они представили учебники которые руководствовались одним и тем же учебником логикой Гегеля и марксисты и нацисты были представителями одной и той же политической системы помните что иезуиты говорили что мы будем служить и на этой стороне и на этой стороне будем создавать конфликты напряжения вызывать войны этот конфликт противоположностей очень необходим для того чтобы вызвать перемены в мире сегодня этот процесс вы можете отследить в литературе когда предлагалась перемена они употребляют термин управление конфликтом конфликт очень необходим для того чтобы возникли перемены люди должны отдать свои права государству вы видите как это происходит сегодня в США несомненно государство требует полного повиновения и человек не может существовать для себя в таких системах но только для того чтобы выполнять роль и функции государства именно так происходило во время нацизма Хегель Хегель и Кант это два философа которые стояли за этой системой я был 4 недели назад в Европе в Германии я был потрясен президенты Германии они положили венцы могилам этих людей и сказали их философия способствовала возникновению новой Европы и не отдали им честь это ужасное которое можно назвать и сатанинская философия главный принцип иллюминатов цель оправдывает средства это принцип и групп и ордена черепа и костей это значит что вы можете сделать все что необходимо для того чтобы достичь свою цель внешний круг внутренний круг и самые посвященные внешний круг это совет международных отношений трилатеранская комиссия была основана Рокфеллером в 73 году операция Банди это операция которая направлена на создание нового мирового порядка Джордж Буш который был членом черепа и костей говорит что главная цель это новый мировой порядок в котором все нации смогут слиться в одном деле и только Соединенные Штаты должны отвечать за мораль и состояние общества не кажется ли вам что они хотят подчинить все страны мира и ввести их в эту систему как вы думаете возможно ли это что эти страны отдадут свою честь женщине которая правит ими как вы думаете кто правит ими иезуиты и согласно учению иезуитов в чьих руках должна быть вся власть в руках папы правда или нет поэтому как вы думаете кто будет больше всех продвигать новый мировой порядок возможно папа было бы это интересно не так ли вот он новый интернациональный порядок ради мира 3 января 2004 года его вся новогодняя речь была посвящена призывать всех к новому мировому порядку город Ватикан 1 января 2004 года Иоанн Павел II начал новый год настаивая на том что мир возможен и это наша обязанность привлечь всех к новому мировому порядку CNN что говорит CNN папа призывает к новому мировому порядку четверг 1 января 2004 года папа Иоанн Павел II в новогоднем празднике призвал всех к миру на Ближнем Востоке и созданию нового мирового порядка который был бы основан на уважении каждому человеку и равенству между всеми народами папа Иоанн Павел II упомянул о продолжающихся конфликтах на планете Земля но он подчеркнул что для создания мира должен быть новый уровень уважения для всемирных законов и для создания нового всемирного порядка который бы достиг целей обедненных наций он призвал к организации порядка который сможет дать решение всем сегодняшним проблемам в вопросах достоинства и прав человека в вопросах интеграции развития общества солидарности между нациями богатыми и бедными и использования международных ресурсов вы уже слышали об этом? есть еще один термин который звучит так перераспределение богатства вы слышали об этом раньше? давайте я вам дам определение для того чтобы перераспределить богатство означает забрать богатство от тех которые имеют и отдать тем у кого еще нету правда или нет? если вы это сделаете какие народы мира будут истреблены? как вы думаете католики или протестанты? протестанты потому что они самые богатые каждая страна которая является протестантской это самая богатая страна в мире я покажу вам что есть письма папства которые определяют как перераспределить нужно богатство этого мира и как это происходит и как эти письма предусматривают перераспределение богатства я расскажу как это происходит в нашей стране незаметным образом есть еще одно слово для описания того что мы забираем богатство того кто имеет и отдаем тому кто не имеет это воровство это воровать не кради говорит Господь так говорит Библия папа время говорит ты будешь воровать буквально я покажу вам его письма где об этом говорится прямо вы будете потрясены новый мировой подрядок будет очень интересным временем я не хочу в этом порядке жить к счастью мой Бог говорит мое царство не от мира сего если бы оно было от мира сего они бы воевали со мной но это не царство от мира сего мое царство оно там и где богатство ваше там и сердце ваше будет благодаря тому что я живу там где я живу я решил освободить себя от того что я имею потому что я знаю что оно не значит ничего знаете ли вы что в моей стране если вы идете на праздник и вы вернетесь и в вашем доме живут другие люди вы не можете вы не имеете права выселить людей если даже дом ваш потому что у них есть нужда поэтому у них есть право взять то что им нужно это не шутки это факт это страшно но я служу Богу который пообещал самые прекрасные обители даже временные вещи для тех кто служит ему это чудесное обетование я иду приготовить вам место и когда пойду и приготовлю вам место я приду и возьму вас к себе в доме отца моего много обителей я иду приготовить место Господь не говорит о комнатах он говорит о больших обителях вещи которые несравнимы с богатствами этого мира пусть они берут свои царства и свои вещи потому что мой Бог говорит этот мир он придет к своему концу и царство Божие воцарится навсегда и навсегда и навсегда не пропустим давайте посмотрим что говорит Рим католическая энциклопедия том 12 статья Папа его юридический авторитет включает в себя власть прощать грехи Рим говорит сегодня мы можем прощать и отпускать грехи ищите где угодно на земле или на небе но вы не найдете сотворенного существа который может прощать грешника освобождать от цепей ада кроме одного сверхъестественного существа рима католического священника епископ говорит ты больше не человек ты священник навеки ты не греховный сын Адама но альтер Кристос другой Христос другой Христос вместо Иисуса Христа антихристос слово анти означает вместо Христа навеки священник всемогущего имеющий власть даже над всемогущим это очень серьезное заявление сказать что вы имеете власть над Богом Папа уже не просто представитель Христа но он сам Иисус Христос скрытый за завесой тела Рим всегда заявлял о том что он занимает место Бога сам Бог обязан повиноваться судам и решениям священников прощать или не прощать так как они решат решат отказать или дать прощение во первых решение священника и затем Бог подписывается под ним достоинства и права священника том 12 католическая церковь говорит мы решаем кто спасен а кто погибнет и Бог должен подписаться под нашим решением если они говорят нет Бог не может сказать да кто сильнее они сильнее это это богохульство или нет это богохульство высшего порядка кардинал Белармин говорит все имена священного писания которые касаются Иисуса Христа указывая на его право руководить церковью эти имена относятся к Папе это значит он занимает место Бога и так Папство богохульствует эта юридикция направлена 10 февраля 1817 года от лица святейшего понтифика Отца во Христе Господа и Бога нашего Папы Льва 12 здесь Папа прямо назван Богом мы на этой земле занимаем место всемогущего Бога Папа Лев 13 известно ли вам о том что если сегодня Папа пишет церковное письмо он всегда подписывает церковное семя Иоанн Павел 2 например подписано нами за главной буквы в нашем понтификате очень интересно Бог говорит сотворим человека по нашему образу Папство полностью принимает на себя прерогативы Бога заявляя что оно является властью и силой Бога на земле святейшие соборы говорят мы заявляем что престол Папы и сам понтифик имеет право руководить всем миром эта власть в конце концов обретет руководство над всем миром неужели Рим руководит всем миром вы скажете неужели это возможно у нас будет лекция завтра о тайных обществах я бы ее не пропустил Томас Эквинас пишет светская власть это великий католический философ которого Иоанн Павел Второй цитирует больше других философов он говорит светская власть должна починиться духовной власти так как тело подчиняется душе и поэтому нет ничего никакой узурпации авторитета если духовный руководитель будет руководить во временных вещах и светских вопросах этого мира поэтому все должны подчиниться Риму Тренский собор заявляет все власти принадлежат ему юридикция правление и владычество над всей землей принадлежат ему по божественному праву поэтому все правители земли должны подчиниться ему а вот что говорит Тренский собор это собор который закончил атаку над реформацией здесь женщина которая сказала Иисус говорит я добрый пастырь эта женщина сказала я после встречи с папой почувствовал что я была с Богом преследовала ли эта система святых всевышнего Библия говорит дано было ему вести войну против святых и превозмочь их Томас Аквинос говорит еретикам нужно предавать смерти точно так же как и других преступников католическая церковь относится с уважением к вопросам свободы совести но тем не менее в случае возникновения ереси она вынуждена прибегать к силе использовать наказание и пытки и возжигать огонь инквизиции католический профессор Альфред Баудри Ларт здесь вы видите Гиеза Дел Гезу это престол иезуитов здесь вы видите клятву иезуитов где говорится о том что они имеют право избавиться от любого еретика царя во всем мире любого правительства которое не подчиняется папской власти и от любого человека который не подчиняется власти римского понтифика должен быть уничтожен таким образом церковь руководит женщина которая руководит над царями земли вот как она себя изображала в течение истории инквизиция Библия предсказала что эта система будет угнетать святых Всевышнего здесь изображены орудия пыток в Лондоне и в Нидерландах какое же определение ереси греческий хересис выбор свобода принятия решения чему верить и как жить это ереси кто же должен решать за вас римская церковь должна решать за вас что вам делать а если вы не соглашаетесь с этой системой тогда вы должны быть уничтожены и истреблены мы ожидаем некоторых особенно тревожных времен в истории вот орудия пыток которые использовались ужасные вещи вы видите здесь что-то наподобие ложечки в которые ложили раскаленные угли и вас немножко припекали эти наручники одевались на ноги видите здесь гвозди которые просто проникали через кожу человека исполненные зла и ненависти к людям здесь видите специальный воротник в котором шуруп вкручивался прямо в горло человека генерал Френко в 1970-х годах в Испании все еще использовал эти орудия пыток помните насколько примитивным может быть человек всевозможные орудия пыток которые только можно себе представить когда человека подвешивали вниз головой за руки и так вы могли там висеть несколько дней а вот здесь этот тяжелый камень привязывали к ногам чтобы он отрывал ваши руки от тела очень жестоко здесь вы видите изображение виселиц столпов столпы и виселицы инквизиции которые практически виновны в смерти миллионов и миллионов людей это памятники массовым уничтожением которые имели во время инквизиции подобные как Варфоломеевская ночь и подобные ей здесь церковь изображала себя как женщина которая держит в руке одной библии а в другой руке цепь истории последнего времени снова женщина с цепью в руках и все другие церкви будут закованы в цепи эта власть будет думать возмечтает изменить времена и закон Данила 7 25 говорит ли папа о том что он собирается изменить закон Божий декретал де транслят говорит папа имеет власть изменять времена отменять законы и распоряжаться всем включая заповеди Христа это дерзость высшего порядка они говорят что они могут изменять все изменило ли папство времена безусловно каким же календарем мы сегодня пользуемся кто знает мы пользуемся григорианским календарем кем был Григорий был папой изменил ли он времена да при том ссылаясь на авторитет иезуитов астрономов что же они изменили они изменили Пасху они сдвинули пасхальные праздники на праздник Истер Истер богиня Иштар или Астарта в то время когда израильтяне праздновали праздники согласно новолунию Пасха могла попадать на любой день недели в зависимости от цикла луны папство изменило это подражая символизму саддукеев которые получили образование в Александрии в оккультных школах они Пасху вывели на дату Иштар и теперь Пасха происходит только в воскресенье и никогда не совпадает с Пасхой иудейской а что если в истории в какой-то день этот праздник католической церкви Истер попадет на день Пасхи что же тогда сделает католическая церковь если эти два праздника совпадут на один день тогда папство берет и переносит Истер на одну неделю вперед чтобы все равно было воскресенье эта власть изменила праздничные времена и закон согласно григорианскому календарю мы празднуем праздники от полуночи до полуночи а не от захода солнца до захода изменил ли он законы и распорядился ли всеми вещами которые установил Христос Папа может изменять божественные законы говорит энциклопедия он говорит что он может даже закон Божий изменить 10 заповедей которые даны Богом первая заповедь говорит да не будет у тебя других богов пред лицом моим вторая заповедь говорит не поклоняйся образами не служи им третья заповедь говорит не произноси имени Господа твоего напрасно четвертая заповедь очень сильная заповедь и затем пятая заповедь указывающая на отношения между детьми и родителями не убивай не прелюбодействуй не кради не произноси ложного свидетельства на ближнее твоего это заповеди как Бог дал их человеку обратите внимание в католическом катехизисе они вторую заповедь полностью удалили ее нет там здесь говорится что он имеет право изменять законы и так дальше первая заповедь я Господь Бог твой да не будет у тебя других богов пред лицом моим вторая заповедь не произноси имени Господа Бога твоего напрасно вторая заповедь нет она удалена третья стала второй заповедь о святом дне звучит так помни день праздничный чтобы светить его и для того чтобы выглядело десять они десятую заповедь разделили на две не пожелая жены ближнего твоего и не пожелай вещей ближнего твоего очень потрясающе обратите внимание здесь говорится не пожелай дома ближнего твоего жены ближнего твоего они поменяли местами вы видите очень интересно как будто они считают правильным поменять порядок церковь перенесла день отдыха еврейскую субботу седьмой день недели на первый тем самым третью заповедь они сделали заповедью о воскресении чтобы светить воскресение как день Господен католическая энциклопедия а они изменили времена праздничные времена день поклонения Господу седьмой день недели стал первым днем Матфея 5 глава 18 стих Христос говорит не думайте что я пришел нарушить закон или пророков не нарушить я пришел но исполнить вот катехизис новообращенного в католическую доктрину здесь говорится какой же день является днем праздничным ответ суббота это праздничный день вопрос почему мы соблюдаем воскресение вместо субботы ответ мы соблюдаем воскресение потому что католическая церковь на Ладикийском соборе в 336 году перенесла святость с субботы на воскресение изменил ли он праздничные времена и закон история говорит да весь мир будет подчинен этой власти так говорит Библия и дана была ему власть над всяким коленом народом и языком входят ли Соединенные Штаты сюда несомненно Рональд Рейган и папство заключили Священный Союз это потрясающая история мы о ней будем еще говорить более детально и поэтому даже могущественные Соединенные Штаты они подчиняют себя этой власти фотография Горбачева великий и могучий Советский Союз приветствует и признает эту власть это очень важная идея новый мировой порядок когда разные народы мира будут объединены общим делом и только Соединенные Штаты имеют власть и силу моральное право поддержать этот порядок в документе Второго Ватиканского Собора говорится это наша обязанность поэтому напрячь каждую мышцу чтобы приготовиться ко времени когда все войны будут запрещены общим международным соглашением это Второй Ватиканский Собор эта цель не сомненно требует установления всемирного органа общественной власти которого будут признавать все и наделят силой хранить порядок справедливость и уважение прав Папа Павел Шестой в разделе под заглавием навстречу эффективному мировому порядку пишет это международное соглашение в масштабах всех стран требует наличия учреждений которые приготовят будут координировать и направлять пока наконец будет установлен порядок который признаваем всем миром кто не видит сегодня необходимость такого прогрессивного всемирного органа власти который сможет эффективно решать юридические и политические вопросы потрясающие вещи и кто же был коронованным владыкой всего мира этот же человек потрясающий Иоанн Павел суперзвезда Мастрихт объединенная Европа что же об этом мир говорит сегодня зачем европейский парламент строит это здание очень интересное здание у нас будет специальная лекция об этой ситуации в Европе что это обозначает что же говорит Джордж Буш об этой власти 22 марта он говорит самый лучший путь как оказать честь Иоанну Павлу второму на самом деле как великому человеку это серьезно принять его учения слушать его слова и применять его слова и учения здесь в Америке это выбор который мы должны сделать и поэтому кто здесь подчиняется кому кто подчиняется кому в 1991 году папа призвал все к новому мировому порядку кто из вас слушал речь папы в этом году у него была только одна весть и он сказал наступило время установить полную власть именно сейчас он посетил организацию объединенных наций и говорил от имени всех религиозных представителей мира это включает буддистов индуистов зорастра протестантов католиков весь мир есть ли у него цель и Горбачев сказал мы обязаны помочь Иоанну Павлу Второму иметь право на учреждение нового мирового порядка на организации объединенных наций на 50-летие организации объединенных наций как вы думаете возможно ли что Рим станет этой властью что Ватикан может быть этой властью конечно Ватикан выглядит сегодня как благородная христианская власть которая подчеркивает правильные христианские ценности в мире Библия говорит человек погибели Иуда который выглядел как один из них но он предал Христа поцелуем есть власть сегодня которая выглядит подобно одному из них но может предать поцелуем мы должны проникнуть в секреты тайных сообществ чтобы понять в чем дело многие христиане периода реформации а также периода постреформационного они понимали что антихрист это римская власть среди приверженцев такой интерпретации были вальденцы гуситы виклиф лютер кальвин свингли гантон баптистский теолог джон гилл и мученики кранмер тиндейл латимер и другие вот что мартин лютер говорит я знаю что папа это антихрист и его престол это престол сатаны папство это преследующая сила и римский понтифик существует для уничтожения душ человеческих очень прямые слова кальвин говорит мы называем римского понтифика антихристом очень интересно джон уэлсли говорит он несомненно является человеком греха в полном смысле поскольку он увеличивает все виды греха вот что говорили реформаторы джон нокс говорит папа римский должен быть признан как сам антихрист они не сомневались кто это они знали что это рим кто сегодня продолжает проповедовать об этом никто никто сегодня это больше не проповедует проповедует ли общее христианство нет они присоединились к экуменическому движению которое говорит что мы примем рим как нашего духовного наставника практически все христианские динаминации сегодня стали частью экуменического движения они говорят одевайте наручники мы готовы это очень печально да не обольстит вас никто никак ибо день тот не придет доколе не придет прежде отступления и не откроется человек греха сын погибели противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью так что в храме Божьем сядет он как Бог выдавая себя за Бога теперь понятно не так ли чтобы если возможно прельстить и избранных внешний облик христианства настолько красив что мы не видим что мы не видим ядро оккультизма скрытое под красивой оболочкой и кто желает показать то что там находится кто скрывается за маской кто желает знать мы видим что он будет пожирать весь мир это паутина интриг она охватит весь мир он будет продолжать существовать до конца но у него отнимут власть в конце времени я не говорю что каждый римнокатолик который здесь что он антихрист я говорю о системе это система есть очень много прекрасных христиан в римнокатолической церкви которые поклоняются Богу искренне на основании того знания которое они имеют на основании своей совести и Бог принимает во внимание ту миру познания которую они имеют и то как они относятся к Богу на основании своей совести тем не менее эта система она открыла себя в истории и подняла себя выше Бога Библия говорит затем воссядут судьи затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца царство же и власть и величие царственное по всей поднебесной дана будет народу святых всевышнего ибо придет сын человеческий во славе отца своего с ангелами своими и тогда воздаст каждому по делам его и величие царственное по всей поднебесной дана будет народу святых всевышнего которого царство и будут служить и повиноваться Ему. Бог положит конец истории этой земли очень скоро. И для того, чтобы понять, где находится главная интрига этих событий, я приглашаю вас завтра вечером. Даже если вы расстроены сегодня, все равно я приглашаю вас прийти завтра, потому что весь этот план будет открыт перед вами на основании книги Откровения. Пусть Бог хранит вас, пусть поможет вам и руководит вами. Субтитры создавал DimaTorzok